Салам астерма хурмету от Анастра. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Я по итогам митинга вчера читал многие сообщения. Я вчера наблюдал, как люди двигаются на сам митинг в самых разных городах. Я разговаривался активистом, переписывался. Но при этом, конечно, пока полной картины нет, потому что, например, Азатек сообщал, что им известно о пяти задержанных и так далее. На самом деле, ночью Майгуль Садыкова написала, что ее допоздна одержали. И только в том отделении полиции, где была она, в Астане, она видела задержанных не менее 50 человек. Как вы понимаете, что если в одном отделении Майгуль видела не менее 50 человек, то есть масштаб задержания был довольно значительный, в несколько раз больше, чем то, что видела Майгуль. О чем это говорит? О том, что на самом деле люди двигались и как-то выявляли. Как это я сейчас объясню? Это происходило повсеместно по всей стране. Извините, у меня здесь просто технические проблемы были, поэтому прервался эфир. Я сейчас продолжу дальше. Я вчера разговаривал с активистами, пока они перемещались к месту митинга. Ну, в частности, в Шимкент. В Шимкент-Плаза мне даже прислали видеокартинку. Потом написали сообщение, что полиции очень много. И все, ребята пропали с горизонта. Судя по всему, или их задержали каким-то образом, я еще с ними не разговаривал, или все-таки они не решились действовать. Ехала не одна команда. Пока я из Шимкента не получил информацию и не получил информацию по другим городам. Я разговаривал с активистами, со многими, и они были настроены выдвигаться. И я думаю, что понедельник мы более полную картину получим. Поэтому я сейчас буду говорить из сообщений, то, что были в чатах. Я их читал, видел какие-то... Здесь я никак не мог понять, когда кто-то написал, что я дурачу власти. Думаю, где же я дурачу. Обычно все мы открыто делаем. Оказывается, здесь техническая ошибка закралась. Когда писали пост, времени не исправили. Должны были написать 16 часов по Астане. Оставили старую 19-15. Так что, ребята, я приношу извинения. Это техническая ошибка. Поэтому, тем не менее, я буду проводить эфир. Раз уж так сложилось. Поговорим о прошедшем митинге. Одним словом, я думаю, что в понедельник я получу более ясную картину. И сделаю более полный анализ. Но в целом, по ситуации, откровенно скажу, я заранее понимал, какие будут проблемы. И с чем они связаны. И, в принципе, я много раз об этом говорил. Но важно то, что участники этого митинга, все те, кто участвовали или готовы были участвовать, надеюсь, сейчас по-другому взглянуть на все те слова, которые говорились ранее, по организации движения «Демократический выбор Казахстана». Я здесь вижу, параллельно звучат идеи, что гулять на площади, набережной каждое воскресенье, там смотреть друг друга, выявлять и так далее. Я очень скептически отношусь к этим идеям. Ребята, я сразу скажу. И прежде я сейчас, наверное, по-крупному все скажу. Но это беспомощные идеи, потому что, ну, что вы гуляете, вы еще в Англии, что ли, будете ходить по скверам, видите, там люди ходят, и про себя думают. Свой, не свой, чужой, не чужой, наш, не наш. Это просто бесполезная трата времени. Есть простые механизмы, как это делать, чтобы все это работало. Давайте я вам просто как опытный управленец, как человек, много лет занимаешься разными строительствами организаций, секретных, подпольных и других. Просто вам четко и ясно покажу, как это должно действовать. И вы сейчас получите ответы на все ваши вопросы, абсолютно на все. Мне пишут все, вот давайте создадим ячейку для каких-то, скажем, для особых круга людей и так далее. Я это прокомментирую. То есть, когда я людям это объясняю, они понимают, что это и их идея не работает. И все эти ходить мимо, глядеть, заглядывая друг в друга в глаза, это тоже не сработает. Не сработает ничего из того, что вы сейчас смотрите именно в развитых европейских странах или в Америке. Почему? Потому что там, в этих странах, всегда существовали возможности выходить на митинги, акции. Там не было никогда запрета. Не было, наверное, уже более ста лет. Поэтому мы должны брать примеры авторитарных стран. И я вам довольно стройно сейчас все изложу. Давайте мы... Сейчас не отвлекайтесь. Вот, я вам скажу, как надо задавать вопросы, предлагать идеи. Давайте мы обсудим. Обсудим, но для начала поймем, где мы находимся. Давайте мы сначала проанализируем, что из себя представляет демократический выбор Казахстана. И есть ли вообще на данный момент кто-то, кто представляет собой силу, как организации, и которого эту организацию власть просто безмерно боялась. И почему, если это происходит в случае с ДВК, почему не боится никого? Пусть даже вешают вывески всякие, типа, вот мы такая организация, или эдак, сейчас много их появилось. Почему их власть не блокирует? Почему их не боится? Почему именно наши митинги так реагируют? Почему на наши митинги реагирует власть? Почему именно связаны с нашей деятельностью приезжают международные миссии, правозащитники, евродепутаты? Почему именно по деятельности демократического выбора Казахстана власть делает заявление? Почему блокирует интернет? Почему наших активистов пасут полицейские? Почему именно им приносят предостережение? Почему именно демократический выбор Казахстана опасен для власти? То есть вы сначала должны понимать, кто вы, что вы за организация, и только тогда вы поймете ваш вклад в развитии демократического движения. Ваш вклад в построение нового государства. Когда вы это осознаете, вы поймете масштаб того, что мы делаем, тогда вы не будете отвлекаться на всякие мелочи, не будете мельчишить и предлагать такие предложения, которые не соответствуют масштабу задач. Решая проблему смены режима, мы растем как движение, мы должны расти как личности, мы должны обогащаться знаниями, умением. И когда реально произойдет смена власти, мы должны были, будем готовы, эту власть подхватить и везде расставить тех людей, которые будут соответствовать тем задачам, которые будут строить перед нашей страной. Вот для чего созданы эти организации, вот почему власть преследует именно ДВКшников. Власть именно ДВК боится никого-либо. Именно вокруг ДВК сейчас все разговоры, именно вокруг ДВК сейчас пишут публицисты, аналитики, именно на ДВК кидаются разные клоны власти, продажные журналисты, продажные блогеры или какие-то известные, в кавычках, люди власти. Вы должны это осознать, что мы сейчас представляем собой очень сильную и опасную для власти команду людей. Именно из этого, когда вы будете исходить, тогда вы будете понимать, что происходит. Не жить одним локальным, одним митингом, не жить каким-то, казалось бы, неуспехом одним. Вы просто, когда вы осознаете, кто вы, тогда вы поймете шире, глубже ситуацию. Итак, я вам скажу так. Демократический выбор Казахстана – это уникальное мировое явление. Именно вот нынешний, современный демократический выбор Казахстана – это уникальное мировое явление. Как человек, который каждый день сидит в сети, видит, что происходит в мире, я очень хорошо разбираюсь в геополитике, анализирую разные страны, практически все страны мира, что происходит, просто по-другому я не могу. Я вам скажу, что наше движение представляет собой уникальный пример в мире, и этот пример наступит время, когда будут тиражировать, на нас будут учиться, изучать, как менять авторитарные режимы. Что нужно делать? Но это будет тогда, когда мы добьемся успеха, потому что обычно анализируют победители, потом находят кучу аргументов. А, он вот так сделал, как в Армении сейчас. Мы любим на них операции приводить пример, но никто по-серьезному не анализировал, почему это в Армении произошло, или в Грузии произошло. Я сейчас, прежде чем мы уйдем в детали, что делать дальше, хочу показать, почему демократический выбор Казахстана является уникальным явлением в мире. Эта уникальность проявляется буквально сразу, с момента, как мы начали действовать, создали чат. Буквально за полтора месяца именно в сети Телеграм, а Телеграм достаточно крупная, глобальная система, мы в маленькой стране, а мы маленькая страна, нас всего лишь 18 миллионов. В Иране живет там больше 80 миллионов, в Турции живет больше 80 миллионов, в России живет 145 миллионов, там, где работает активно Телеграм. В Иране живет, я вам уже сказал, сколько, то есть во многих странах мира многократно население выше, чем в Казахстане. Но именно Казахстан создал политический чат, который сразу достиг численности 100 тысяч фактически за полтора месяца. И это не случайно, потому что именно в Казахстане созрела политическая обстановка, и это нам позволило создать самый большой чат в мире. Я вот здесь вижу, меня на Казахстане сейчас взяты, насчет собираться в группу, это провокатора комитета национальной безопасности Ельмека. Не ведитесь, не будьте дураками, извините за грубость, да? Я сейчас вот на все эти вопросы отвечу. Это глупая идея, потому что мы здесь, в Телеграм, прячемся под разными именами, общаемся, а когда вы завтра пойдете на эти собрания, вас эти комитетчики перепишут, вы даже дыхнуть не сможете, уже будет под колкопаком. Это делается агентом КНБ, чтобы всех учесть и видеть и контролировать. Все эти собрания, тупая идея, годная только для, нужная, только для работников КНБ. Так вот, я уже перечислил, как власть на нас реагирует. Давайте посмотрим, как действовала власть. И почему? Ну, во-первых, мы должны понять, что движение «Демократический выбор Казахстана» единственное движение в мире, которое вышло с разными программами, подготовленными очень тщательно, политических платформ, экономических реформ, социальных реформ. Более того, год назад были озвучены планы, как демократический выбор Казахстана придет к власти. Мы даже продумали, как будет работать временное правительство, как будут проходить выборы, какая система будет выборности акимов-депутатов. То есть, настолько глобально продуманы все механизмы будущего устройства страны, так не делала ни одна оппозиция в мире. Вы просто можете почитать, зайти в интернет, и вы поймете, то, что сейчас предлагают демократические выборы Казахстана, не делала ни одна оппозиция в мире. В этом ее уникальность. Найдите мои записи в годовую давность, когда я говорил, что когда миллионы сторонников выйдут на улицу, я объяснял, почему миллион, что 5% от общего населения, это классический, научный, доказанный факт, являются двигателями процесса. Вы поймете, что эти слова были сказаны во много раз раньше, чем произошли события в Армении. Тогда я говорил, что полиция и армия перейдут на сторону народа, когда нас будет много. И пример Армении в мае это подтвердил. Когда именно на улицу вышло около 150 тысяч человек в Ереване, на сторону народа перешла и армия, и полиция. То есть, вот все, что я озвучил в прошлом году, как модель, что нужно делать, как нужно действовать, реализовывается на практике, но на практике в других странах. И мы продолжаем разрабатывать разные программы. Недавно мы опубликовали проект реформы для полиции, опубликовали для армии. Это именно те структуры, которые защищают режим. И я тогда говорил, что мы должны с ними работать, чтобы перетащить на свою сторону и армию, и полицию. Когда они перейдут на сторону народа, там некому будет стоять на улицах и отлавливать активистов, и некому будет защищать шало. Я сейчас хочу, чтобы вы еще раз осознали все, что я говорил ранее. Многие предлагают разные идеи. А давайте пенсионные реформы, а давайте еще что-то, и там 3-е, 5-е, 10-е. Все наши предложения были правильные. Правильные, потому что они затрагивали интересы людей. Мы когда 10 мая вышли с требованием остановить пытки и отпустить на свободу политзаключенных, уже около 10 человек выпущены. И именно в нашу страну сейчас непрерывно приезжают евродепутаты, правозащитные миссии. Это в истории страны никогда такого не было. И это происходит потому, что активно действует наша международная часть, международная команда. Мы сейчас проводим эту работу, и вы ее увидите, скоро результаты. Кто-то говорит, вот приехали евродепутаты, почему они не прикажут? Они просто не понимают, как устроена мировая система. Никто не может никому приказать просто так. Мы, как Казахстан, являемся суверенной страной, собственные законы, но можно оказывать давление в рамках подписанных договоров, которые Казахстан подписал. Есть механизм, дипломатические давления, а не так, чтобы как своему подчиненному по телефону позвонил, и все выработалось, выстроилось. Так это не работает. Это очень наивное понимание, как работают международные системы отношений. Итак, вот смотрите, я коротко сказал, что такое демократический выбор Казахстана. Это политическое объединение сил, которое ориентировано на всю страну. Все наши программы, все наши идеи представляют собой экономический и политический блок и не носят экстремистского характера. Если власть болезненно так реагирует, если власть нас объявляет экстремистами, мы должны понимать, почему. Потому что наши программы стали поддерживать десятки тысяч людей, и власть прекрасно понимает, что мы достигнем своей цели. И поэтому именно нам, демократического выбора Казахстана, такое сопротивление со стороны власти, такое давление. Нет больше ни одной организации, пусть даже мифической, пусть даже в лице одного человека, который вешает вывеску, называет себя так или эдак, нет ни одной организации, которая подвергается такому давлению. И мы должны сделать вывод, почему. Такое давление, вот представьте, не может же большой богатырь, какого-то маленького ребенка подойти, пинать его, пинать. Ему достаточно одного толчка, и все. А если этот человек напрягается, мобилизуется, готовится, все прочее, значит у него сильный противник. Если власть так сильно мобилизуется, то вы должны понимать, что мы для власти представляем собой серьезную силу. Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, все силовые структуры проводили совещание. Совещание проводили и к 23 июня, и к 6 июля. К 6 июля, вы знаете, только в Астане было принято решение мобилизовать 3,5 тысячи полицейских, только официально. Во всех городах вы увидели полицейских больше, чем потенциальных протестующих. В нашей стране общая численность МВДшников 160 тысяч человек. Ну, правда, в него ходит ИЧС, Комитет исправительной системы, КУИС и так далее. Но представьте, КУИС получил циркуляр. Все, что связано с митингами, контролирует, преследовать и так далее. Генеральная прокуратура собралась, тоже получила команду. Комитет национальной безопасности собирались, получили команду. И все эти команды они распространяли, чтобы не состоялся митинг демократического выбора Казахстана 6 июля. Есть такая организация в стране, чтобы режим напрягал всю государственную машину, работал в режиме перегрузок. Есть такая политическая сила, чтобы все силовые структуры работали все праздники 6, 7, 8. А если ее нет, вы задумайтесь, почему ее нет. И почему власть так делает? Потому что мы представляем серьезную силу. Мы вчера не смогли провести митинг, так же, как и 23 июня. Я объясню и проанализирую, какие были недоработки, ошибки. И мы их постоянно озвучивали, но в реальности не было проведено достаточной работы. Я сейчас объясню. Ребята, вы вот здесь очень поверхностно, к сожалению, предлагаете идеи. Каждое воскресенье объявляют о митингах. Митинг – это не какое-то такое легкое мероприятие. Митинг – это цель, программа должна быть, должна быть реклама. Люди должны заранее проводить агитационную работу. Мы должны распространять ролики в сети. Это очень серьезная, кропотливая работа. Когда вы так наскоком делаете, вот вы представьте, что перед вами армия. У Назарбаева считаете армия, а вы говорите, нужно подбежать, кому-нибудь в ногу ударить, нужно вокруг него побегать, и вот эта колонна армии нас испугается. Это очень несерьезно. Перед нами серьезный противник. Серьезным противником надо действовать серьезно, организованно, митинги продумывать, собирать, мобилизовывать силы, продумывать мероприятия, продумывать лозунги. Ну что вы все наскоком? Давайте мы тут так сделаем, так сделаем, они нас испугаются, покричим, посвистим, и все. Это очень поверхностно. Я все эти чаты все время хочу использовать для того, чтобы вы осознали, мы сильные, серьезные политические организации. Перед нами стоит государственная машина во главе с султаном Назарбаем, но войско и у него слабое, трусливое или нежелающее с ним сотрудничать. Вы это должны осознать, мы должны разложить его войско, перетащить на свою сторону, и мы должны действовать сильно, а не пытаться заглядывать в друг в глаза, искать своих сторонников, или раз в неделю бегать. Это несерьезно. Люди тоже устают, побегают раз в неделю, походят, потом тщательно продумав, все организовав, проанализировать ошибки, и каждый раз становиться от акции к акции все сильнее и сильнее, набирать новых сторонников. Вот что мы должны делать. Ничего наскоком не делается. Это очень серьезная задача добиться смены режима. Лично на Султан Назарбаева есть что терять. Украденных около 200 миллиардов долларов. Также у них родственники все миллиардеры. И просто так они власть не отдадут. Они отдадут только тогда, когда мы выйдем миллионы человек, когда мы будем относиться к ним серьезно, не наскоком, а вот типа давайте посвистим, побежим, давайте друг в глаза будем заглядывать. Это несерьезно. Хочу откомментировать, сколько человек со стороны власти участвовало противодействие проведением митингов ДВК. Я вам сразу скажу, в этом участвовало не менее одного миллиона человек. И естественно, если против нас участвовало не менее одного миллиона человек, мы могли победить, чтобы добиться своих целей, выставить такое же количество усилий и людей. Мы не могли победить ни тысячами, ни двумя тысячами, даже двумя десятками тысяч. Мы должны были выставить не менее миллиона. Я вам хочу сейчас цифры еще раз озвучить. 160 тысяч работников МВД раз. Работники КНБ, их несколько десятков тысяч человек. Прокуратура. Вот это все, все силовые службы, их более 200 тысяч человек. Далее, были даны команды ректорам по системе Министерства образования. Это Горано, Райано, Облано. Это преподаватели, это директора школы, это завучи. По всей цепочке пошла команда, чтобы они тормозили наш митинг. Далее, Акимы областей, городов, районов. Все эти участковые, они все совместно с ними работали. Представляете, это большая государственная машина, которой были вовлечены в том числе те люди, которые, казалось бы, должны были нас поддержать. имеется ввиду учителя, за интересы которых, в том числе, мы выступали на этом митинге. Это их преподаватели и все прочие. Поэтому против нас противостояла государственная машина, огромная, и мы должны это осознавать. Теперь я хочу сказать, где были недоработки и как нам нужно добиться успеха. Сейчас вот по горячим следам наши соседи, КНБшники, под названием Шиндык, он выходит и там говорит, вот, обляз в людей кидает под танки и так далее. Ну, вы зайдите в YouTube, откройте 6 июля прошлого года, где он призывал на митинг всех и призывал каждый раз регулярно по разным весь прошлый год. Вы просто посмотрите, мы еще опубликуем, сколько раз он призывал. Почему-то тогда это не считалось сбросить под танки. А вот как это делает ДВК, это под танки. Что предлагает вот этот человечек КНБшный? Я хочу именно разобрать ситуацию, чтобы вы понимали, что это просто ловушка для всех тех, кто попадет в такую глупую его, скажем, его предложение. Комментировал там моя зарплата 40 тысяч, что просто гулять на площадь синим и так далее, это бессмысленно. Это бессмысленно, я уж не говорю о том, что вы попадете под прицел, под контроль и под статистику и все прочее. Это просто бесполезно. Если что-то делать, надо, чтобы был результат. Какой смысл? Гулять, заглядывать в глаза. Я уже по этому поводу уже минут 15 рассказываю и опять эту ерунду пишете. Вот. Я вам просто сейчас расскажу, что надо делать. Я об этом много раз говорил, а всю эту часть многие пропустили. вот если начнутся собрания. Вот смотрите. Вот мы здесь находимся под разными никами. Никто друг друга не знает. Но активисты выявляют, комитетчики. Как они выявляют? Очень просто. Когда вы ходите на митинги, они просто фотографируют, снимают на камеру, потом этих людей начинают дергать. Могут они случайными быть, может еще какие-то. Они анализируют социальные сети. Многие же уже вот здесь пишут под разными никами. Но с этими же никами уходят на Facebook, Instagram. Не все аккуратно и пользуются правильно социальными сетями. Комитетчики вычисляют IP-адреса. Это несложно на самом деле, если не пользуются VPN и другими способами защиты. И таким образом активистов выявляют. Выявляют тех людей. Вы представляете, какие ресурсы тратит государство? У них сидят тролли. Накануне митингов тысячи троллей были на наших каналах. В YouTube, Facebook, Instagram. Тысячи. И эти люди были организованы Министерством информации, разных министерств, КНБ и все прочее. Тысячи троллей. У государства есть деньги, они финансируют и противодействуют. И вы говорите, что вот надо собрание делать. Ну хорошо. Мы здесь специально все шевруемся, чтобы избежать давления. И тем не менее власть выявляет людей. Тем не менее кого-то задерживают. И потом эти люди уже не могут выйти и их блокируют. А здесь предлагается выйти на собрание. При том всем, что на собраниях власть фиксирует недовольных, а затем начинается с ними работа. На них оказывается давление, им угрожает, что уволят с работы и все прочее. То есть, чего вы добьетесь, когда открыто выйдете? Вот сейчас не те времена, скажем, которые были лет 15 назад, когда еще можно было там открыто выступать. И мы не в России еще. В России они открыто могут действовать. Люди, которые это предлагают, это комитетчики, как минимум. Или как минимум глупые люди, которые не имеют опыта борьбы, которые не понимают, что говорят, которые схемы мгновенно рушатся. То есть, как только вы собираетесь где-то кафе, знаете друг другу лицо, вы просто лицо друг друга знаете, а перед вами просто агент КНБ. Он вас зафиксировал, записал, вас взяли под наблюдение и все. В следующий раз вы не сможете никуда не выйти. Вас будет давить на работе, вам будут угрожать на учебе и так далее. То есть, это тупая идея. Когда здесь говорят о премьере России, я еще раз говорю, в России другая ситуация. И она все время была другая. В России люди не дали возможность президенту страны получить абсолютную власть. Там шли выборы губернаторов, там народ более активный всегда был. Нас народ позволил Назарбаева захватить власть в стране и задавил. Сейчас надо исходить из того, что он реально сумел придавить. В России люди выходят сами. Они не говорят Навальный прилетит к нам в Кемерово, Навальный прилетит к нам в Владивосток, Навальный будь рядом с нами, стой тут, то тогда мы выйдем. Навальный не делится на 100 частей. А у нас очень много людей говорят нам нужен лидер, прилетите. Куда прилетите? Одновременно в Астану, в Алмату, в Шимкент, Уральск и так далее. Во все города что ли? И только тогда в этих городах произойдут митинги? Навальный что одновременно в 100 городах появляется? Нет. Люди сами выходят. Мы еще не созрели для этой ситуации. И я сейчас хочу предложить простой план. Я о них много раз говорил об этих планах, которые нам позволят добиться того, что есть в России на данный момент. Они далеко от нас ушли вперед. Ушли, потому что не дали власти стоять над народом так, как сделает это Назарбаев в Казахстане. Опять приводит пример Навального. Вот, например, я приеду в Казахстане. Какая разница для граждан страны, где я сижу, во Франции или в Казахстане? Он также сидит в Москве и вещает по Ютьюбу или по другим сетям по всей стране. Вот какая разница для Кемерова, где он сидит? В Москве сидит или во Франции? Никакой. Абсолютно. Если он сидит внутри Москвы, он может собирать деньги. У него может работать штаб в Казахстане. Я надеюсь, вы понимаете теперь это. Любой штаб, который будет открыто действовать, он будет разгромлен. А если я приеду в Казахстан, я буду немедленно арестован. И толку-то? Поэтому, когда вы приводите пример Навального, вы всегда учитываете, что там политическая ситуация совершенно другая. Во-первых. Во-вторых, я еще раз говорю, когда он выходит из дома, через 15 минут задерживает. Он ни на одном митинге не может появиться. А если штабы там организуются, они действуют открыто. А в Казахстане открыто, штабы не могут. Потому что даже вы сидели в кафе, прошли мимо по тротуару, вас уже задержали. В России такое не происходит, потому что там другая политическая ситуация. И мы должны исходить из той политической ситуации, которая у нас есть в стране. мы должны, исходя из этого, организовывать свою работу. Надо приводить пример равный, сравнивать, что называется, страну со страной, с такими же политическими возможностями, а не приводить пример ту ситуацию, которая не соответствует нашим реалиям. Поэтому я еще раз хочу откомментировать, как нам нужно развивать политическое наше движение. Самое главное, вы знаете, что мы сильные организации, если бы мы были слабые, то государство бы не бросило бы все ресурсы страны для того, чтобы митинг 6 июля не состоялся. Вы понимаете, какой смысл власти нас давить и преследовать, если мы ничего из себя не представляем? Почему так называемых этих оппозиционеров не блокируют в сети? Почему им не гасит YouTube? Почему им не гасит Facebook, Instagram? Почему они репортажи открыто делают? Почему нас действительно сотни тысяч, а у них там несколько сот человек, в основном это там заблуждающие или фиктивные фейки? Почему именно нас давят? Потому что мы сильные организации, вы это должны понять, и теперь должны понять, как стать еще сильнее, чтобы добиться успеха. То есть, мы все должны понять, что именно демократический выбор Казахстана представляет наибольшую угрозу власти, и именно поэтому власть бросила все свои силы, чтобы мы не могли провести свои акции протеста 23 июня 6 июля. Это мы должны осознать. Теперь смотрите, что происходит. если мы понимаем, что мы сила, значит, когда против нас действует целое государство и десятки тысяч людей против нас, чтобы победить их, нам надо быть сильнее их. Вот простой вывод. Сейчас мы слабее. Теперь давайте поймем, почему мы слабее. Что нам не хватает? Если ребята правильно пишут, что в стране много протеста настроения, дольщики, рейдерсы, бизнесы, безработицы, гигантские проблемы, и власть знает, что именно демократический выбор Казахстана способен объединить людей, он это делает, и больше в стране пока нет силы. Я уверен, что пока никого и не будет, потому что изнутри страны организовывать то сопротивление, которое мы сейчас организовываем невозможно. Штаб разгромит, появляются так называемые лидеры, которые открыто выступают, они будут задержаны, арестованы, на них сфабрикуют уголовные дела. Если кто-то говорит, а давайте мы создадим, объеднимся, не будем писать ДВК, пойдем регистрироваться, никто вас не зарегистрирует, ни одну партию, ни одно политическое движение, эта власть не будет регистрировать. Более того, как только вы там появитесь в Министерстве юстиции с идеей зарегистрироваться, вас возьмут на контроль, за вами будут следить и все. Никакой политической деятельности не будет. Более того, для создания партии нужно 40 тысяч человек с филиалами во многих регионах страны. Нужно мощное финансирование, открывать офисы и все прочее. Никто вам не даст денег. Более того, кто-то когда попытается, его сразу захватит его бизнес, посадит тюрьму и так далее. Давайте, ребята, жить реальными. Это я все проходил. Именно поэтому меня, как бизнесмена, выдавливают из страны, потому что я финансировал политические партии, независимые газеты, телевидение. Именно поэтому власть методично все эти годы преследует меня и дискретирует, нападает, пытается устранить. Именно поэтому. И все те, кто хочет сделать такое независимое так называемое политическое движение внутри страны, сразу вам говорю, это будет провал немедленный. Сразу. Это мы сто раз проходили и зачем наступать на те же самые грабли, которые уже нами всеми наступлены сто раз. Поэтому я не случайно говорю, что сейчас демократический выбор Казахстана единственной политической силы, которая способна организовать народ и добиться смены режима. И любые организации, которые появятся внутри страны, если они озвучат позиции, что они против шала, будут немедленно уничтожены. любая группа людей, которая захочет зарегистрировать политическую партию, она не сможет это сделать, если они это сделали. Это люди власти, это очередной клон власти. И мы должны это четко знать, притом знать, я не просто говорю, это знать из практики моей уже многолетней борьбы с этим режимом. Понимаете, каждый раз не нужно изобретать велосипед, это уже общеизвестные вещи. Больше того, не доверяйте мне, зайдите в гугл, прочитайте, что происходило с теми людьми, которые создавали, пытались бороться с режимом открыто. Они все посажены в тюрьму, убиты, у них все конфисковано, они изгнаны из страны. И не нужно жить иллюзиями. Именно то, что сейчас мы предлагаем, именно в формате развития нашего политического движения является единственным правильным методом борьбы с этим режимом. Прежде чем рассказывать, как должна построена организация, я хотел бы пройтись еще по международным организациям. Есть такое правило, общеизвестное, народное, «жаламарам балага емщик жухтэль», то есть неплачущему ребенку молока нет, если привести по смыслу. Международные организации будут помогать нам, если мы будем действовать, если будем выходить на акции, митинги, если показывать, что нарушены наши права, если мы сами будем действовать, тогда мы будем получать помощь. И вообще у меня подход простой, надо ориентироваться на собственные силы. Я много раз говорил, мы не хотим, вы же у себя в квартире живете, не кричите внизу, вниз, сбок кричит, сосед, приди у меня, убери, у меня здесь кран бежит, еще что-то. Вы делаете это сами, на худой конец кого-то приглашаете, платите. Поэтому, когда все время говорят в отпуск, евродепутаты придут, ООН придет, Бэтмен прилетит, это несерьезно. Это говорит о том, что наш народ еще не самостоятельный, он сам как ребенок и хочет, чтобы ему и соски его кормили. Поэтому не нужно все надежды возлагать на международные силы, правозащитные организации или Европарламент. На них надо возлагать надежду в том смысле, когда мы действуем, они нам помогают. Да, они нам помогают, будут помогать и очень сильно. И сейчас нам начали помогать только потому, что мы начали действовать. Мы проводим большую работу международную. Бота Жерномали набрала серьезную команду международных юристов, экспертов. Она получает помощь правозащитных организаций мира, разоблачает режим, показывает факты преследований людей. Это большая работа, эта машина запущена, и результаты вы видите. И они будут только улучшаться и улучшаться и усиливаться. Но это не будет так, чтобы вместо нас правозащитные организации или международные структуры меняли нашу страну. Без нас никто ничего не будет делать. Нам будут только помогать. Итак, теперь я вернусь к организации работы ДВК. Как нам добиться успехов? Вот посмотрите, давайте посмотрим любой город. Астану. В Астане кто-то начинает говорить, что надо было в другом месте проводить. Нет, мы всем заявили, что именно около Экспо и там были люди достаточно много, где гала-концерт было больше, но власть все время маневрировала, меняла даты, место и все прочее. В Шемкенте они вообще 3-го числа провели. Мы не можем так быстро, гибко реагировать, у нас нет телефонов, у нас заработной платы нашим активистам, мы не можем сразу кому-то приказать, чтобы все побежали через 5 минут по тайной связи, бегать туда или сюда. Мы действуем заранее, запланированно, поэтому в Астане место сбора было объявлено заранее. Более того, я говорил, что ребята, придите и кто-то возьмите на себя, не один, а мы создали специально штаб, штаб для контакта с активистами ДВК. Я обращался много раз, говорил, ребята, поднимите руки, поднимите плакат, и вы вокруг себя увидите людей, и обязательно снимайте это на телефон, прямой эфир. И это не было сделано в Астане, где заранее было сказано место, где было во сколько часов собраться, были лозунги, плакаты, рекламы, все было. То есть вы понимаете, было со стороны штаба сделано все, видеоролики были сделаны, обращения были сделаны, макеты были разработаны, место заранее было указано, в Астане было заранее все известно. Винялись в других городах, например, в Шимкенте там раньше сделали еще что-то, но в Астане и в Алматы все было неизменным. И обратите внимание, 8 часов там бродило много людей, все друг другу заглядывали в глаза, и никто не решился выйти первым. Кто-то забанили в чате северный, но при этом они говорят, мы не снимали на телефон. Почему не снимали, я у них спрашиваю. Они говорят, ну мы думали будут другие, мы думали, что полиция будет копаться в телефонах, мы пошли без телефонов. То есть мы даже не знаем, делали нет или нет, но факт остается фактом, мы никого не увидели в эфире, мы ни у кого не увидели в 8 часов вечера, чтобы они подняли плакаты или перчатки одели синие на руки, и никто не смог решиться. Почему они смогли решиться? Это повсеместно произошло по всей стране, потому что люди еще боятся. Ответ простой. Что нам нужно делать, чтобы преодолеть страх? Что нам нужно сделать, чтобы организационно мы смогли провести наши акции? Нам нужны ячейки. Нам нужны каждые ячейки, чтобы в крупных городах, как Алматы и Астаны у нас было ядро минимум тысяч человек. В таких городах минимум тысячи. А в таких городах, областных центрах, как Трава, Тубе, Уральск, должно быть от 300 до 500 человек. Это должно быть ядро. То есть те люди, в которых мы уверены, которые точно придут в назначенное место, которые точно начнут действовать. И тогда вокруг этого ядра начинает формироваться масса. Вот что не было сделано в полной мере. Вот здесь мне задают вопрос, считаю ли я полным провалом? Нет, я не считаю. Вы еще раз вдумайтесь, что я вам сказал. Государство в лице Нусултана Назарбаева выставило против нас всю полицию во всей стране, Комитет национальной безопасности, прокуратуру, все эти их представители Акиматов и так далее. Все службы работали против нас. Все. Если бы мы не представляли собой какую-то серьезную политическую силу, против нас бы этот режим не действовал, не выключал интернет и все прочее. Против нас поехала государственная мощная машина. Мы проиграли, да, но это не провал. Мы проиграли, потому что мы не смогли выставить адекватную силу. Мы не сумели организовать людей так, чтобы нас было больше, во-первых, чтобы мы были более организованы. Именно поэтому мы проиграли. Но мы проиграли в системе, у которой было в руках около миллиона человек и мощные ресурсы. И мы их победим. Вы должны осознать, что именно против нас, не против кого-то. Именно против демократической выбора Казахстана была брошена вся машина. И именно нас мало. Вы правы. Нас было мало. Если бы нас было много, то никакая полиция с нами бы не смогла ничего сделать. Вот теперь давайте мы вернемся к фразе, что нас мало. Что это значит? Вот мы ранее проводили анализ чата активист ДВК. Нас в этом чате было около 100 тысяч и активных было 62%. То есть минимум 60 тысяч человек. Я все время говорил пусть нас в чате активист ДВК будет 50 тысяч человек. Не 100 тысяч, а 50 тысяч. Если эти 50 тысяч приведут 5 человек, то нас за один день станет на 250 тысяч больше. И вторая итерация если эти 250 тысяч приведут хотя бы 4 нас уже будет больше миллион. Все. Вы понимаете? А что нужно для того, чтобы такое произошло? Нужна агитация. Не просто механически вовлекать людей. Нужна агитация убеждать этих людей вступить в ряды ДВК. Вот здесь говорят нужно проплату активистов и брать штурмом. Ребята, когда вы пишете вещи, вы немножко на два шага думаете. Думаете, что сказали. Ну, во-первых, сколько, почему, во-первых, и должен платить? Это кому нужно? Народу Казахстана или мне одному? Мне не нужно это. Мне не нужно высшее образование, мне не нужно детям обеды, мне не нужно от государства вообще ничего. Понимаете? вопрос, один человек должен платить сотням тысячам? И это вы все так говорите, что вот надо заплатить и штурмом. На самом деле этого не будет. Во-вторых, как заплатить? Допустим, есть сто тысяч человек. Как им заплатить? Все банки Назарбаев контролирует. Они его собственность. В-третьих, вы уверены, что эти люди получив деньги, пойдут штурмовать, как вы говорите? Нет, они возьмут деньги и пропадут. Почему? Потому что они должны хотеть добиться смены режима. Потому что мы уже предложили эти деньги, эти возможности, мы предложили списать ипотечные кредиты и потребительские кредиты суммарно на восемь с половиной миллионов человек. Вот оно было. Где эти люди? Их нет. Мы предложили зарплату полмиллиона человек учителям поднять более чем два раза. Где эти учителя? Поэтому когда вы говорите нужно заплатить, это вы предлагаете несерьезные вещи, вы просто проанализируете то, что нами было предложено. Просто предложите. Продумайте, кому принадлежат банки, и подумайте, как вы эти людей будете контролировать. Что, сбегай туда на площадь, тогда получишь деньги, что ли? Поэтому наша задача построит организацию из идейных людей, которые понимают, что так жить нельзя, и нам нужен костяк, костяк, который есть во всех регионах страны. Я еще раз возвращаюсь к теме ячеек. Именно когда в каждом городе мы будем иметь ячейки из активистов числа до тысяч человек в крупных городах, а в таких городах, как Атрау и другие областные центры от 300 до 500 человек, тогда мы можем говорить, что все наши акции будут успешными, потому что если, например, в Астане у нас будет тысяча активистов, руководители ячеек и членов ячеек, они каждый смогут привезти за собой 5 человек. Вот тогда будет не 100-200 человек или 300 даже, которые пытаются пробиться на митинг и потом боятся действовать. Будут тысячи. Вот что нужно. Нам нужны ячейки, я об этом много раз говорю. мы создали специальный аккаунт с названием штаб. Нам нужны активисты по 5 человек, не более в одной ячейке. Может кто-то и будет иметь 10, но я вам сразу скажу, что там обязательно среди этих людей найдутся те, кто вас сдаст. Обычный человек имеет друзей, родственников, не более 5 человек, которые он может доверять. Поэтому в таком городе, как Астана, Алмата, нам нужно 200 ячеек по 5 человек. При этом ячейки между собой не общаются, не встречаются где-то там вместе, потому что как только вы начинаете встречаться одна ячейка с другой, то есть риск, что в этой ячейке, не то что риск, это реальность, вы знаете, в нашем чате сидят кэнбэшники, вы пойдете с ними встречаться одна ячейка с другой, и вас всех возьмут под контроль, всех. Пойдете с ними открыто встречаться, как предлагает там этот провокатор кэнбэшный, где-то вместе, открытые встречи, узкий круг, там будут сидеть кэнбэшники, и вы все попадете под контроль. Поэтому единственный правильный способ штаб, на штаб выходят ячейки, мы начинаем взаимодействовать с этими ячейками, когда в каждом городе мы набираем нужное количество ячеек, тогда мы знаем, в этом городе точно выйдет тысячу человек из наших ячеек, плюс те, кого не привлекут, понимаете, без этого это не сработает, я много раз говорил, нам нужно миллион сторонников, первое, и второе, нам нужны ячейки по каждым городам, поднимите мои записи, аудио, видео, я всегда говорил одно и то же, и сейчас повторяю, без организации ячеек закрытых, которые между собой не взаимодействуют, работают только со штабом, работают в режиме телеграм, в секретном режиме, невозможно, невозможно никакие секретные чаты создавать, потому что если более пяти человек, там во второй пятерке обязательно может попасться провокатор КНБ, если вы там раскроетесь, то сразу попадаетесь под контроль, все ячееки должны быть автономны, не взаимодействовать, и только на митинги эти люди могут увидеть друг друга как обычные прохожие, когда будет полиция вам задавать вопрос, вы говорите, я здесь пришел, здесь уже люди стояли, я проходил мимо и так далее, сейчас пока нас мало, мы должны заниматься, именно проводить такую тактику. Еще, вы должны еще раз понять, мы представляем собой серьезную политическую силу, только против нас эта власть консолидирует, объединяет все усилия государства, всех силовиков, и эти полицейские говорят нашим задержанным, что вы здесь мелкими группами ходите, выходите тысячами, тогда все будет нормально, тогда они будут на стороне народа, это говорят полицейские, вы понимаете, да? Пока мы не добьемся массы, полиция не перейдет на сторону народа, потому что они там получают зарплату, они боятся потерять рабочее место, как только нас станет много, полиция перейдет на нашу сторону, поэтому мы для этого и выдвигали программы для полиции, для военных, их тоже нужно распространять. Здесь вот пишет, зачем тогда нам вообще выходить, если нас выселят на митинги? Знаете, вот я приведу пример спортом, да? А зачем вообще бегать, зачем бегать, если ты хочешь стать чемпионом? Вот вы хотите, например, чемпионом побега стать? Вы говорите, а зачем бегать? Можно ведь просто сидеть и через год выйти и сразу стать чемпионом. Если вам кто-то такое скажет, вы над ним будете смеяться, правильно? Эту власть можно сменить только в результате массовых митингов. Для того, чтобы организовать массовые митинги, мы должны научиться выходить сегодня 100, завтра 500, послезавтра 1000. Но лучше выходить сразу. Именно для этого мы создали чат, нас в общем объединенном чате более 200 тысяч человек. Если бы даже 10% от общего состава вышли, 20 тысяч человек по стране, у вас не было бы никаких проблем. Даже 10% из этого чата люди не вышли на митинг. Даже 10%. Вы же понимаете, что те люди, которые там появлялись, они пришли в том числе через YouTube, Instagram, другие каналы, не обязательно через наш чат. То есть даже может быть не то, что 10%, 1% нет реально из тех, кто выходил на улице. Именно поэтому нас мало, именно поэтому мы должны тренироваться. Но мы должны теперь, чтобы действовать более точно, мы должны создать ячейки. Мы об этих ячейках много раз говорим. Аккаунт штаб, он открыт. Мы сейчас для того, чтобы вас не могли преследовать, должны добиться количества вначале в чате, затем на этих митингах. Для того, чтобы на митингах добиться большого количества людей, нам нужно иметь большое количество ячеек, в которых мы уверены, которые точно появятся на эти митинги. Мы должны убедить людей перейти на нашу сторону. Мы должны, чтобы наши сторонники знали программы демократического выбора Казахстана. они должны знать, что программа ДВК предполагает политические реформы и кардинальные изменения жизни граждан. Не только просто списать кредиты, но и кредиты тоже должны люди знать. Агитацией не должна заниматься только группа, которая создана мной, через WhatsApp и так далее. Мы должны использовать все способы организации. Самые действенные каждый из вас должен привести пять человек в чат. Не просто механически включить. Каждый из вас должен убедить перейти на нашу сторону. И сейчас важно нам нарастить чаты. Я проводил кампанию, чтобы к 1 июня мы приросли в каждом чате до определенной цифры. Эти цифры не были исполнены. Чат север, чат юг и так далее. Мы во всех чатах выставили планы к 1 июня. Вы понимаете, мы эти планы не использовали. Я все время говорил, что порог нашей безопасности в нашей численности. Наша численность зависит от вашей активности. Вашей активности это легче привести пять человек, чем в определенное время прийти на митинг и подвергаться риску, что вас продержат полиции 5-6 сделать по-другому, а именно спокойно убедить пять человек прийти к нам, вступить в наш чат. Много раз говорил здесь вопрос, как создавать ячейку. Вы сами, во-первых, должны освоить все программы. Вы должны себе задать вопросы, а что такое демократический выбор Казахстана? Что предлагает такого демократический выбор Казахстана, который нет ни у кого? А у нас действительно очень много программ, именно власть. Когда вы их освоите, начинаете разговаривать со своими знакомыми, показывать наши программы, показывать, как пользоваться телеграммом, что это безопасно, все это делать скрытно. И таким образом вы набираете пять человек единомышленников и приводите их в наш чат. Я уверен, что те люди, которые будут так подготовлены, каждый из них тоже приведет по несколько человек, и мы стремительно вырастим, мы тогда действительно сможем действовать, потому что это будут идейные сторонники, не которым деньги заплатили, а идейные сторонники, которые понимают, что перемены нужны, и они будут действовать. задают вопрос, если нас вышли, то какие наказания нас ждут? Никакие наказания не ждут, потому что это чат ДВК, чат. Вы под номинальными именами выдвигаете, слушаете, работаете, вы никаких действий не делаете, вы только приходите затем на митинг, и создаете серьезную массу, затем, когда мы эту массу набираем, мы добьемся так же результатов, как добились армяне. Это говорит, вас вычислят, как они вас вычислят, если вы выполняете все правильные инструкции, с этого ника не шатаетесь по другим чатам, не проявляетесь, не ходите на специальное собрание, которое предлагает там разные комитетчики, типа нужно ходить на собрание, понимаете, а когда будет толпа огромная, ее невозможно учитывать, ну представляете, на одного человека несколько полицейских, посуду дома, приходит предписание, толпы человек работает над одним человеком, толпы, но у нас когда вы десятки тысяч, они захлебнутся, не хватит ресурсов никакого государства, никакого не хватит, и будет как в Армении, понимаете, именно почему я говорю, что нам нужно наращивать численность, не механически, а людей, которые разделяют наши ценности, понимают, что такое ДВК, не задают вопросы, на которые я миллион раз отвечаю, из чата в чат, это мне просто говорит о том, что люди, которые находятся в чате, очень многие просто не читали программы ДВК, я вам так скажу, здесь когда мне говорят насчет казахской версии, в казахской версии есть и политплатформа написана, и жилищные программы написаны, реформы, для полиции все на казахском языке написано, политплатформа тоже на казахском языке, все написано, это вот то, что вы говорите, это говорит о том, что вы просто даже не знаете об этом, да, ну я просто получаю подтверждение своим словам, что люди мне задают одни и те же вопросы, хотя все это уже стоит. Более того, часть блоков моих выступлений даже на казахский язык диктор перевел и озвучивает все это и есть. Когда в ячейке 5 человек, то эти 5 человек, которые вы создали, обязательно приведут каждый из них по 2-3 в этот чат. И нам важно, чтобы в чате количество людей резко выросло, потому что именно в этом чате мы открыто обсуждаем наши планы, мы открыто обсуждаем места митинга, мы открыто обсуждаем все, даже не опасаясь, что здесь сидят комитетчики. Пусть сидят и слушают. Какая-то часть завтра будет на нашей стороне. Мы все делаем открыто. В отличие от власти, мы делаем все открыто. И это позволит привлекать в наши ряды огромное количество людей, потому что мы делаем открыто, ничего не пытаемся никого обмануть. Наши программы прозрачные. Опять здесь кто-то предлагает, давайте сегодня выйдем на протест. Я уже говорил, мы сильные, серьезные организации. Каждый протест тщательно готовится. Делается реклама, место, где встречаемся, работа с активистами и так далее. Вы, ребята, должны знать. Все, что мы будем делать, мы будем тщательно готовиться. Никаких наскоков. Не пишите такую ерунду. Мне говорят, что вот у некоторых национал-патриотов я ассоциируюсь как человек, не говорящий на казахском языке. Мне, честно говоря, непонятно, когда вы говорите национал-патриот, что такое национал-патриоты. Наши программы, они перекрывают все. Говорить на том или ином языке, это не заслуга человека. Вот он попал в такую семью, вырос, или в то время система была, как я, когда учился, Советский Союз был, образование получил. Язык здесь ни при чем. Какие наши программы? Что мы предлагаем стране? Честны мы или нет? Как мы действуем? Борец против нас в режиме или нет? Все это отговорки. Недавно говорили, вот, надо кредиты списать, тогда все придут. Ну, хорошо, мы предложили программу на 8,5 миллионов человек. Где эти люди? Надо поднять зарплату учителям, врачам. Ну, вот, хорошо, мы предложили программу искренне. Я под него все расчеты сделал, учителя. Полмиллиона человек. Где они? Студентов у нас в стране миллион человек. Где они? Поэтому, ребята, забудьте слово национал-патриот. Нет такого понятия национал-патриот. Это ерунда. Это очередной обман, который под эгидой, якобы говорящий на языке, это его единственная заслуга, которая ему дано от рождения, и что он случайно там учился в казахской школе. И все. Ничего это ему не дает больше. Он от этого больше патриотом не станет. Что? У нас вот есть масса людей, которые двуязычные. Булат Адабаев, Жасрал Конышалин. Ну хорошо, идите, выходите, поверьте. Это все отговорки, это пустой разговор. Несерьезный, смешной. Для тупых. Еще раз, перед нами надо воспринимать, что так вот в основном мужчины, если идут на активные действия, к сожалению, я это когда говорю, прекрасно понимаю, что женщины. Я уже это вижу, что у нас наиболее сильные женщины. К сожалению, для мужчин я скажу. Но тем не менее, я буду говорить языком военным. Когда перед вами армия, сильная армия, есть ли сильная армия, чтобы ее победить, мы тоже должны быть сильными, сильнее ее. Мы должны быть организованы. У нас должна быть численность. Вот тогда мы будем говорить о том, что мы победим. Перед нами все полиция, КНБ, прокуратура, выставленная структура. И чтобы их победить, мы должны стать сильнее. Не болтать. Должны быть организованы, дисциплинированы, не ныть, действовать. Четкий план. Вот что у нас должно быть. Любая другая организация не имеет вообще ничего. Поэтому, когда кто-то говорит о провале, вы посмотрите, мы начали открыто действовать с февраля месяца, прошло всего лишь сколько? Пять месяцев, даже меньше, да? И мы сейчас говорим о каком-то провале. О чем вы говорите? Мы только начали работать, нас объявили экстремистской организацией. Мы провели 10 мая акции, до этого еще акции провели, митинги провели. Власть объединила против нас всех силовиков, чтобы нам помешать. И мы сумеем их сломать, если мы организуемся, если мы организуемся, создадим нормальную организацию. Именно ячейки по всей стране, связь, четкий план, они все приходят в наш чат ДВК, мы наращиваем нашу численность, и только тогда мы добиваемся успеха. Потому что в армии люди четко знают, каждый свое место четко действует. Они объединены своими руководителями, руководителями ячеек и так далее. А сейчас у нас этого нет. Мы сейчас не организованы. Поэтому не надо удивляться, что нам не удалось добиться успеха. Одно я точно знаю, что вся система борется против нас, и больше нет такой политической силы. Это значит признак того, что власть признает нас очень серьезной политической организацией. Вот у меня здесь задают вопрос, почему в чате нет 450 человек, как вы обещали. Я не могу обещать. Я поставил срок 1 июня, обратился к чату, и озвучил, что если каждый из вас приведет 5 человек, настанет 450 тысяч. Мы для каждого чата регионального написали план. И каждый день я озвучивал, обращался к активистам. Я что, должен один добавить 450 тысяч человек, что ли? Это же обращение было к вам, чтобы хотя бы вы привели за собой 5 человек. Всего лишь 5 человек. Почему я один могу привести 450 тысяч человек? Я что, Бэтмен, что ли? Еще по поводу пессимистов. Я всегда смеюсь над ними и буду смеяться сейчас. Скажут, о, ничего не получится, все, народ наш трус, они патенты. Это люди, которые так говорят, импотенты. Мы победим, потому что мы такие же. У нас две руки, одна голова, две ноги. Такие же, как армяне, грузины и другие нации. Мы такие же. Просто нам нужно собраться, пройти определенный период. А все, кто ноет, лучше пускай ноет дома. Здесь не ноете здесь. Нам нытики здесь не нужны. Мы будем организовываться, и мы все сделаем. А кто ноет, пусть дома сидит ноет. Вот опять Алпомыс пишет, предлагаю митинг 21 июля, субботу. Я только вот уже несколько раз сказал, что любой митинг, нам нужно организовываться, делать ролики, нужна тема. То есть это тщательно готовится. Вы начинаете опять то же самое говорить. Это вот значит, я все, что говорю, до вас никак не доходит. Вот вопрос, почему? Может быть, я не очень убедительный? Давайте, ребята, подумайте. То есть вы понимаете, нам нужна численность, нам нужна дисциплина, нам нужны организации. Как я говорил, нам нужны ячейки. В каждом городе нам нужны ячейки. В таких городах, как Астана, Алматы, нам нужно минимум по 200 ячеек, в котором по 5 человек. У нас есть штаб-аккаунт, называется аккаунт штаб. Вот туда я прошу обращаться членам ячеек, руководителям ячеек. Мы будем фиксировать, пусть даже с вымышленными именами. Нам ваши имена не нужны, чтобы завтра не говорили, что каким-то образом произошла утечка информации. Мы начнем с этими ячейками работать. И следующую акцию мы подготовим, уже зная, что в каждом городе у нас есть такое-то количество ячеек. И мы потом будем понимать, эти ячейки эффективны, выходили на митинги или нет. И шаг за шагом у нас будет скелет, костяк организации, которая действительно действует. Вот опять кто говорит, давайте видеть друг друга, а не трусь создавать ячейки. Я могу сейчас сказать, что этот человек может ошибаться, но я могу сказать, что скорее всего это комитетчик. Я только сейчас рассказывал, как только вы раскрываетесь, показываете, что вы имеете отношение к ДВК, у вас сразу начинаются проблемы. Я об этом много раз говорил. Если человек предлагает раскрыться, то я его буду воспринимать, как КНБшника, Нурбота, который специально провоцирует людей на раскрытии и таким образом хотят нанести ущерб развитию нашего движения. Со следующей недели мы начинаем активнее работать с аккаунтом Штаб, активнее работать с нашими ячейками. Давайте создавать ячейки по всей стране, давайте изучать программы, и мы будем готовиться к новым акциям, тщательно, тщательно, имея и действительно команду ячейок во всех городах, наладив связь. Я еще не видел ни на одном митинге, чтобы люди вышли с звукоусилителями, с микрофонами, чтобы можно было громко выкрикивать. 10 мая был у нас митинг, люди все выходили без микрофонов, хотя каждый раз мы говорим, что нужно выходить активистам с микрофонами, чтобы был громкоговоритель. Одним словом, не надо падать духом, вы знаете, что мы сильная организация, против нас Назарбаев выставил всю репрессивную машину, притом репрессивная машина, она репрессивна до тех пор, пока нас не будет много, потому что среди полиции много наших сторонников, они перейдут на нашу сторону, это вы должны знать. Она сильная, зрительная, они в форме, одежда, у них машина, у них крация и все прочее, но это реально слабая структура, но мы еще слабее. И только против нас, но султан Назарбаев борется, и только наши чаты этот режим гасит, и только наших активистов режим Назарбаева давит, преследует, и больше никого. И больше никого не объявляют экстремистами. И все те, кто выступает, что-то говорит, нас критикуют, пусть сделают хотя бы часть того, что мы сделали. Мы не будем обращать на них внимания, мы не будем обращать внимание на их критику, мы уже сильные, потому что против нас двигается государственная машина, против нас миллиарды долларов на султана Назарбаева, который он хочет спасти. Именно против нас, именно потому что мы объединились, вы должны это знать, не падать духом, и я четко вижу, что надо делать. Что мы делаем? Мы создаем ячейки, мы озвучиваем программы ДВК, мы сами их изучаем, мы привлекаем по пять человек в свою ячейку, и эти люди должны быть в чате под именами, разными, вымышленными. Мы таким образом строим политическую организацию. Я уже вижу, что в этом чате есть серьезные команды людей, которые переживают за наше дело, которые вчера ходили на этих митингах и искали своих сторонников, не могли никак найти. Уже сформировался костяк, и это большое достижение. Ни у кого такого количества нет. Только в центральном чате сейчас чуть более 90 тысяч, во всех региональных у нас уже больше 100 тысяч, и больше такого нигде нет. Понимаете? Это большое достижение за какие-то несколько месяцев. Осенью мы должны мобилизоваться, собрать команду, создать ячейки, продвигать наши программы, продвигать по WhatsApp. Нами созданы команды людей, которые будут распространять информацию о деятельности ДВК, о наших программах. Но нам нужны силы внутри страны. Пожалуйста, подключайтесь к этой деятельности. Нам нужна агитация. Я на сегодня свой эфир завершаю. В понедельник еще раз выйду. Мы соберем побольше информации. Я знаю, что только в Астане были задержанных свыше 100 человек. И вы понимаете, они задерживают тех людей, которые шли на митинги. Поэтому давайте, ребята, не падайте духом. Мы сейчас только на старте стоим. Мы знаем, что нужно организовать, как организовать, как создать ячейки, как продвигать процесс. Мы все знаем. Просто нам нужно мобилизоваться и стать сильнее, чем этот режим. Понимаете? Стать сильнее. И это мы сделаем. С вами был Игорь Негода. До понедельника. Еще раз небольшой комментарий здесь пишет. А что если собрать по одной большой ячейке по 100-500 в каждом городе? Я же объяснял, что все, что больше 5 человек, ячейка, сразу там в другой ячейке появляются провокаторы. В одну большую ячейку вы наберете больше 10 человек, среди них обязательно будут КНБшники. Я же это много раз говорил. Какие там 100-500-1000 человек. Что за ячейки? О чем вы говорите? Среди них сразу будут КНБшники. Поэтому я говорю, ячейки должны быть такими, что вы доверяли своим людям, знали их. Ячейки между собой не общаются, общаются только со штабом. И тогда, даже если в этой ячейке будут КНБшники, они будут знать только сам штаб. Все. Вас не будут в соседнюю ячейку знать. Таким образом, не будет проблем ни у одной ячейки. Понимаете? Вы должны это понять. Не могут быть ячейки больше, чем 5 человек. Все, что больше 5, это риск, что среди вас будут агенты КНБшники. 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 КНБшники.